Всем привет, всем здравствуйте! Как у вас с погодой? У нас сегодня солнышко. Моя без того опережающая все сроки рассада, но... Это, конечно, я виновата. Сегодня, мне кажется, поднимется прям... Ого-го, как! Ну, это хорошо. Растениям нужен солнышко, людям нужен солнышко. Всё это хорошо. Я еду по делам в... Чуть не сказал, в город. Так, меня поправят, подруженьки. Ты что, в деревне живёшь? В центр города. Делаю я это сейчас очень редко. Там нет нужды, да и как-то, знаете, без нужды выйдешь, что-то накупишь. Зачем? Не знаю. Вот погулять мне в моей окраине очень даже нравится. Я к чему? Если будет времечко, там недалеко. Зайду в магазин пуговицы, потому что я собираюсь в другом районе города, когда ногти поеду делать, ой, поеду делать, покупать. А сейчас в центр забегу, там тоже очень хороший магазин. Там не только пуговицы, а кружева. Но мне нужна пуговица. Потому что мне сегодня-завтра дракошу мне надо отдавать. А ему пуговицы нет. Я сказала, что без пуговицы отдам. Вот. И вообще, если куда зайдём, ну, когда я одна хожу, я снимаю со съёмкой потуже, когда я не одна. Ну, в общем, надеюсь, в ложек получится. Собирайся, поехали. Так, девочки, до обуви новой добралась. Очень нравится мне вот эта фирма, обувь этой фирмы. Прям обожаю. Просто мне сейчас конкретно ещё не надо, но обувь очень удобная. Кроссовочки вот такого плана не совсем моё. Вот такого я прям обожаю. Подошвочка. Чтобы была маленькая подошвочка. Вот это, на мой взгляд, тоже шикарная обувь. Я про проблемные ноги, а не про внешний вид. Очень люблю необычные цвета. Но подошвы не мои. Вот такие подошвы. Это, конечно, удобно. Знаю, но не моё. Цвет нравится. Это вообще под мою сумку подходит? Нет, не очень. Кажется, удобненький будет. Вот такой формы на тонких ножках мне очень нравится, но мне не подходит. Так, я хочу вот эти померить. Они прям по типу моих осенних. Лёгкие такие, вообще прелестные. Так, друзья, находимся мы в центре, на проспекте Ленина. Туда и пойдёшь, куда-нибудь придёшь. И туда и пойдёшь, куда-нибудь придёшь. Мы сейчас с вами завернём направо. Повернём. И пойдём. Это я, кто раньше жил в Саранске, а сейчас разъехался. Объясняю. К Дому быта. А сейчас как, кстати, здание называется? Дом быт или не дом быт? Ой, дом быт, он так и называется. Или дом быт теперь только внизу. Я не была здесь сто лет, и не надо мне. А раньше на центральной вот стороне было написано дом быт. Это университет, мы с вами там были. И вот пройдём пряменько, завернём направо. И там был раньше магазин с пуговицами. А, и по центральному входу тоже написано дом быта. Надо же, здесь когда-то работала моя тётушка. Царствие небесное, светлая память тебе, тётя Таня. Когда было вообще всего не достать, она мне такие вышивала костюмы. По трикотажу. Мимо пекарни Бутевград проходим, проходим, проходим. Даже, даже. Итак, вот он дом быта. Мы завернули направо. И здесь, и здесь. А где здесь ремонт и прода... Так. Ой-ой-ой, магазинчик здесь, кружавчиком. Вот он. Швейная фурнитура. Сюда не пойду. Я вот что не куплю в этих вот, всё на выброс. Ну как ты... В риконошном доме, где мои глаза были. Вот сюда пойдём. Дома. Кружава. И ленточки. У нас хаки, да, вообще? Ну, не хаки, как с травкой, что ли. Ну, да, что-то ценок есть. Нет, хаки. Хаки? Ну, пусть будет хаки. Если долго мучиться... Да, эти, наверное... Искажают. Да, искажают. Причём, как камера... Очень-очень. Телефон всегда искажает, это бесполезно. Это я знаю, да. Ну, нам-то бог с ним искажает. Главное, глазунками видеть. Ой, как видно сегодня. Вот обзор города ещё сделал. Девочки, которые боятся, насмеялись продавцом от души. Когда вот человек на своём месте и не навязывает ничего, и помогает. Какая же это прелесть. Всё, девочки, на остановку и домой. Я уже столько времени брожу, только сняла, наверное, две минутки. Подружка. Ой, извини, подружка, не пойду я к тебе. Не, мы пекарни, даже не смотрим в эту сторону. Не смотрим. Так, ну что, я хочу признаться, что крутышка Таня никакая не крутышка. Я зашла в кулинарию-таки всё-таки спросить, есть ли у них кургине. Помните, мы на рынке брали закрытый пирог с творогом и картошкой. Назывался он, по-моему, кургине. На меня-то посмотрели так, чего-чего-чего. Говорит, ну, пирог с творогом и картошкой. Говорит, называется деревенская лепёшка. Говорит, есть. Я говорю, да нет, он другой. Говорит, ну, до рынка, кстати, рукой подать было, рукой подать. Но я не успевала. Вот, ну, в общем, попробуем этот пирожок деревенский. Ох, переведу дух. Покажу пуговицы, которые купила. Так, ну что, не обошлось без покупки. Да, пирог. Пирог вкусный, очень вкусный. Но тот, что я на рынке беру, он гораздо вкуснее, потому что он солонее. Там, по-моему, творог побольше или картошка, не знаю. Ну, это тоже очень хороший, просто, который на рынке. Кургин это. Оно это. Девочки, мордовочки, если я неправильно называю, простите. Солонее вкуснее. Значит, я взяла обувь, честно говоря, я люблю без всяких вот этих вот полосок. Дурочки пусть будут дышать. Вот, но уже второй год подряд я не могу покупать просто белые на тонкой-тонкой подошве. Я люблю вот просто беленькую обувь на тонкой-тонкой подошве. Три года подряд я покупала. В том году не нашла. В том же магазине. Говорит, может, в этом привезут. В этом ездила. Если привезут, то в марте. Не было. Здесь тоже моя подошва. Все это очень даже неплохо. Действительно, обувь шикарная. Антистресс для ноги. Это я не спорю. Но мне бы хотелось... Не знаю, просто белые. Дырочки вот. Чем они тебе-то не мешают? Да ничем. Вот. Если встретиться, встрелять. Что, память? В общем, удобненько бегать. Каждую весну к лету я покупаю белую обувь. Это у меня уже закон. Вот. Не стал исключением на этом. До последнего думала, что куплю в этом самом любимом магазинчике ту, которую ношу. Уже сколько? Четвертый год? Там уж выбрасывать пора. Но, увы. Так, я не знаю, как показать цвет. Он не хочет показываться. Девочки, в общем, вот эти пуговицы, как ни странно, подходят. Очень подходят. Но они совершенно не подходят к нашитым чешуйкам. Вот эти пуговицы... Это вообще какой-то другой цвет показывает. Я не знаю, как сказать. Они зеленые, в общем. И сюда они подходят гораздо лучше, на мой взгляд. Но все равно они отличаются от вот этого мракобесия, который мы нашили. Девочки, спасибо всем, кто назвал это лепится, не лепится и так далее. Короче, племяшка хочет, чтобы я продолжила и здесь мелкие пуговицы. И я считаю, что хватит вот в области... Вот ведь натуральный цвет. В области только V-образной горловинки. Ну, я, в общем-то, знаете, раз она хочет вот эти пуговицы, тоже не показывает цвет. Это, девочки, здесь очень много зеленых таких проталин, прожилин. И подходят вот они под это. Но эти пуговицы подошли бы сюда, если бы не было нашитых. Я не спорю. Они бы очень подошли. Сейчас они спорят. И, как ни странно, мне нравятся вот эти. Они тоже не собираются, в общем-то, показываться зелеными. Что я могу сделать? Ни одни из этих пуговиц не подходят. Я дошиваю вот эту мелочь пузатую, потому что здесь еще все... Они скоро сниться будут. Я считаю, вот здесь уже не нужны пуговицы мелкие. Хватит вот этого. И отдаю. Отдаю все. Пусть решает. Я вот за эти. Они все-таки поддерживают политику вот этих пуговиц. Так, убегаю и хочу показать вам, говорят, случайности. Бывают, не бывают. Подруга говорит, Таня, мне нужна книжка «Роман Сэф». Нет, не так. Это самое. Какой дорогой пойдем? Мне нужно в книжной зайти, «Роман Сэф» найти книгу. Я тебе говорю, какой-то конкретный или все равно? Она говорит, вот, просто чтобы автор «Роман Сэф». Я говорю, у меня есть. У меня есть толяшная книга. Я говорю, с удовольствием дам. Она говорит, надо же, надо же. Бежало молоко, побежало далеко. По полям, по лугам, по лесам, по городам. И тут такие коротенькие рассказы, которые можно петь. Я очень похож на собаку свою. Собаке своей я себя узнаю. Мы с толяшей пели. Вот. И это самое. Всем радость. В саду осеннем у дорожки осена хлопает в ладошки. Вот почему на этой неделе ее ладошки покраснели. А на той неделе. Так что, вы представляете, это же просто кому сказать. И раз уж я стала искать книжку детскую. Говорю, я еще Драгунского. Это все толяшная библиотека. Она говорит, давай, Денискины рассказы. И нашла еще малыша Карлсон. Нет у вас такой? Она говорит, нету. Я говорю, все, я дам. А эту вот просто хочу показать. Я этой книге сто лет. Нет, это мне брат дарил. Ну, как родители купили. Он типа подарил. Я ее где только толяш уже ее читал. Я ее до дыр. Представляете, с какой надписью памятной. Таня от брата Сережи. День рождения. Вот так вот. Восьмидесятый год. Это же надо же. Я так любила эту книжку. Я с огромным удовольствием ее и сама читала. И Толюшки почитала. Потом он сам читал. Вот так что. Так что вот так. Спасибо тебе, Роман Сеф, за приятные воспоминания. Возьму эти книжечки. И с огромным удовольствием вручу. Пусть читают детки. Я люблю, когда детки читают. Девчата, посмотрите, как подросли кормышки. Это прелесть. Эти цветочки еще даже не поворачивала. Они как к окну. Лицом стоят, так и стоят. Мне просто нет времени. Абсолютно ни на что нет времени. Но догоняют. Кормышки прям догоняют. Вот эту прелесть. Девочки, убегаю. Очень много дел. На скаку, на лету. Чего-то показываю. Пока маленькие будут влоги. Но потом нормально сниму ролик. Сегодня солнышко, да? Солнышко сегодня. Сейчас дойдет до всех. Пока вот в этом уголочке. Эти просто прут. Я другого слова не подберу. У нас еще снег не везде растаял. Они просто прут. Ну что ж. Растите. Я рада, что вам хорошо. Ой, мои добрые зрители. На фоне бутончика, который должен раскрыться первым. Хотя не факт, не факт. Здесь еще много таких прелестей. Я говорю вам до новых встреч. А они обязательно будут.